всем привет на связи борис скалов сайт виза сам точка руй давайте в этом видео я вам расскажу советы которые стоит учитывать с туристом перед повесткой во здесь будет выжимка все самые ценные без воды по всем вопросам так что подписывайтесь на это видео ставьте лайк а мы поехали но прежде чем смотреть это видео скажу что все советы по покупке по выборе недвижимости вает все очень подробно все подводные камни честно без всяких брокерских уловок вот как брокер кстати разводит тоже расскажет есть телеграм-канале инвестиции недвижимость в дубай в нашем то есть на личном опыте покупки инвестирования в недвижимость если хотите подписывайтесь любые ваши вопросы можете задать в русскоязычном чате русскоязычный чат в дубае более четырех с половиной тысяч человек кто живет в дубае кто путешествует дубай кто едет в дубай то можете вопросы задать если вам что-то будет непонятно по поездке любые я там отвечаю мои коллеги отвечают все что знаем здесь низкая тоже расскажем но не буду вас больше томить поехали сразу по делу правила въезда правила въезда в дубай для россиян очень простые 90 ну и когда я говорю дубай это естественно все объединенные арабские эмираты 90 дней без визы пожалуйста штамп в паспорте поставит прямо в аэропорту 90 дней без визы можете находиться свободно по поездке у вас сейчас обязательно нужна медицинская страховка которая покрывает лечение коронавирусом для въезда ссылочка на форме этой страховки будет под этим видео можете сделать онлайн очень быстро к виду и правила очень часто меняются под поэтому под этим видео будет ссылочка на актуальные правила на сегодняшний день чтобы мне не перезаписывать это видео постоянно лучше прочитайте на сайте я могу изменить информацию к сожалению youtube и другие видеоплатформы не не дают изменить что-то чуть-чуть поменялось я изменить не могу так следующий момент когда лучше ехать в объединенные арабские эмираты визионы арабские эмираты если коротко лучше ехать весной осенью зимой для некоторых будет прохладное море но купаться можно в принципе особенно если вы едете февраль или допустим декабрь море хоть и прохладный например днем где-то может быть 23 24 градуса но для меня прохладное море но многие купаются если вы едете весной самый классный самый высокий сезон это март-апрель конец февраля и начало мая например весной осенью это вторая половина сентября октябрь ноябрь но и начало декабря самой идеальной погоды нет такой жары как летом летом где-то плюс 40 плюс 45 может быть но очень все в объединенных арабский град здесь кондиционеры торговый центр все оборудую кондиционер вот я спокойно сидел в кафе вот когда работаю тоже оборудую кондиционером я спокойно выйду до примеру дубай-марин на дубай-марине на любимых кафе как и сразу старбакс что-то возьму включил зарядку и смотрю на море на колесо обозрение дубай-марина еще отличное место для работы все родной днем работу но идеально время для отдыха в объединенных рабских и братах это вторая половина сентября начало декабря вторая половина февраля начало мая лучше ехать зимой чем ехать летом по мне пусть будет немножко прохладенько вечером даже можно кофточку надеть в костюме погулять но зато нет такой жары как летом важный момент какие деньги брать вот смотрите я скажу на данный момент карточки мир не работают российские карты visa mastercard не работают работают карты union pay газпромбанк раз сельхозбанка в меньших местах работают солидарностью еще меньше местах мтс банк и почта банк газпромбанк и рост сельхозбанк работают во многих местах можно сидеть я платить в кафе в магазинах но не везде например вот купить билет онлайн в аквапарк нельзя было онлайн они дешевле на сколько он на 20 процентов были у нас просто у меня есть зарубежной банковской карты ребята мне давали деньги я покупал то что рост сельхозбанка с газпромбанка ну из других юрид по нельзя было платить зарубежной банковской карты естественно работает пожалуйста будет ссылочка под эти видео можете оформить банковскую карту казахстада возможно других страды снг онлайн и ссылочка на актуальные условия будет под эти видео как это сделать как раз зарубежной банковской карты именно казахстан еще про проще лучше взять на личную валюту до личные доллары и спокойно поменять в аэропорту курс будет чуть ниже да привет чем в городе в аэропорту будет 3 и 6 и 6 десятых например в городе 365 то есть за 365 дирхама к 1 доллару курс кстати арабской валюты очень стабильно арабского дирхаму поэтому на протяжении 30 лет он вообще не является самой стабильной валюты к доллару под этим видео будет ссылочка на канал инвестиции в недвижимости в дубае покупка недвижимости то вот все это очень подробно рассказано в том числе сказано как сделать резидентскую визу переехать жизнь дубая открыть счет на сегодняшний день объединены арабские эмираты самая классная страна дружества в россии куда легко переехать можно оформить резидентскую визу по работе по учебе пенсионерам фрилансером при покупке недвижимости причем получить ее для всей семьи например при покупке недвижимости до сумму от 205 тысяч долларов вы купили получили визу сами сделал визу своей семье и вду визир храмский врат может один день доходить всего лишь за год чтобы ее дальше продать еще золотая виза до 10 лет можно получить это от 545 тысяч долларов из пойти два стройки для ученых для удающихся каких-то специалист все подробности telegram канале кому интересно ссылочка телеграм-канал под эти видео ну а для туристов скажу что вы где всего еще подведу быстрый криток выгоди все убрать наличные доллары менять допустим в аэропорту появлялись 100 долларов старые повиняйте в городе из-за российских карт юнион пэй россельхозбанк и газпромбанк если будут работать карты мир например то под эти проверьте под эти видео будет ссылочка я не рискую вот эти юнион пэйни сегодня работают завтра нет например пойдет кое-нибудь газпромбанк какие-нибудь огромные санкции будет он работать где-то или россельхозбанк будет не будет у меня из-за карточка зарубежного банка казахстан она везде абсолютно работает за границей вот этот юнион пэй вот например в азиатских странах а как ни страна объединенные арабские бираты это регион входит состав ну находится на материке азии официально к азиатского региона хода хоть европе очень редко где работают вектор 40 вообще не работает поэтому есть карта зарубежного банка ее в абрикавиду также оформить пока это еще можно до россиян не резидентов еще и с доставкой в россию есть такая возможность пользуйтесь а то может потом не быть куда ехать посмотрите вы ведет с карабских эмиратах есть два таких крупных города вообще дубай это мое любимое место это самый известный город самый развитый город объединенных арабских эмиратов самый европеизированный город где уже практически нет никаких вот мусульманских запретов для туристов центре люди спокойно шортах в коротких юбках алкоголь продается во всех кафе доли в европеизированный город условно говоря вы идете по улице стоят девушки легкого поведения но это к тому что многие горду с риманская страда куча запретов вот езжайте в дубай никаких запретов нет спокойно гуляйте отдыхайте но не нарушаете правила дорожного движения большие штрафы также наркотики тоже большие ну большие сроки и проблемы за это можно получить это не надо в объединенных арабских эмиратах крайне мере на всеобщем обозрении делать дубай 2 раба столица объединенных арабских эмиратов абу-даби но он все-таки не такая европейзер чуть побольше там запретов ну скажем так нету там девушка по поведению и на всех центральных улицах алкоголь тоже аккуратнее употребляется так тоже европеизированный город туристических местах чем мне нравится объединенные арабские эмираты в последнее время то есть обстановка там европеизированные но с другой стороны очень безопасный контроль штрафы большие за нарушение правил дорожного движения везде камеры то есть пожалуйста отдыхайте но не нарушаете не не деритесь не оскорбляйте друг другу там не используйте нары там наркотические вещества но и замечательно можно спокойно отдыхать но опять же в туристических местах есть там конечно старый район например пойдете в район дэйра где там живут мусульмане дальше от города где место живут там может что-то и построже быть но туристов это не касается абу-даби и дубай с 20 таких самых мегаполис более развитый отдых более европеизирует более спокойные свободные нравы есть что больше посмотреть это в дубае я был и там и там но мне нравится больше в дубае шарджа вот многие русские русскоязычные были едут в шарджу почему недалеко от дуба и боже даже до бетро дает там за 25-30 минут добраться также например если рейс в шарджу может стоить дешевле пожалуйста летите в дубай через шарджу но цены на все ниже бывают в том числе отели все включено бывает то есть более дешевый отдых рядом с дубами захотели бы поехать в дубай в старый город в дубай мол до дубай марину погулять в аквапарк в дубай water world в дубай расположен самый крупный аквапарк в мире water world тут обвести по меньшей аквапарке очень классный пожалуйста из шарджи недалеко доехать но вот в шарджи кстати рядом еще более мелкий эмират находится отжиман более строгие запрет на алкоголь и при в магазине сложно купить алкоголь его про нет практически нигде в дубае например пиво там легкий алкоголь продается в магазинах пожалуйста если еще во более еще более спокойный отдых чем шарджи еще более дешевый отжиман вот если шарджи рядом с дубаем можно сказать отжиман рядом шарджи еще более спокойный отдых еще более дешевый такой отдых и до приветствовать хотите классный отель это пять звезд и летите в шарджи отдохнуть в хороших отелях море в принципе что в дубае что в шарджи одинаковые даже больше одежды побольше пляже но они скажем так меньше убирается в дубай про все вырезаны ты идешь по набережной дубай море лежаки инфраструктура кафе но и лежаки стоит дороже те же например много отелей которые далеко от пляжи доходят в шарджи все более-менее рядом поэтому многие летят шарджу где получают более комфортный отдых за более меньшие деньги захотели съездить сюда шопинг захотелись съездки достопримечательно старый город покататься на арабской лодочке на бурж халифу подняться в бурж рядом с бурж дубаем сфотографируют стоят до из кадей в дубай просто на электричке вот так же я был в аквапарке в дубай ребята приезжали просто из шарджи до электрички в аквапарк для взятия машин в аренду нужны международные водительские удостоверения очень некоторых местах вам конечно могут дать и по-российски но это надо искать сразу предупреждает все ответственность на вас а штрафы здесь очень большие если вы попадете в дтп том числе за ремонт машин очень много платить сделать спокойно в россии международное водительское удостоверение делается бесплатно просто записываться на госуслугах оплачивать госпошлину и получаете просто получаете книжку серого образца на три года она выдает все всегда делаю продляю ничего сдавать не надо никаких экзаменов ничего просто заплатить госпошлину и прийти и получить для залога за авто нужна карточка российские естественно нигде не проходит так же как и оплаты зарубежной банковской карты имена и который читается как кредитные многие дебетовые карты читаются как кредитные с балансом 0 но просто обязательными на и карточек зарубежную на данный момент инвассированы то есть с пропечатанными на карте татси вашей фамилии имена и еще один такой совет пары в розетке не такие как у нас по был на кипре вот прям такие розетки поэтому если вдруг у вас есть возможность с собой ввожу в такие страны какие про кидаю в чемодан потому что например если вы прилетает вас там пересадка mtv аэропорту вы не ставите нашу розетку не зарядить так они в принципе продаются во всех супермаркет зайдите купите чтобы чтобы вам не остаться без связи или хотя бы перед полетом в дубае зарядить power bank то что в первое время вы с вас не такой розетки не сможете зарядить ничем свой телефон первый раз когда я прилетел и реально столкнулся такой проблемой в аэропорту не знал как и чем зарядить телефон смотрите по покупке недвижимости вот в дубае всех в музеях арабских да особенно в дубае всего не ей вам могут продавать недвижимость посмотреть недвижимость у меня даже друзья поехали заказали какой-то обзорную экскурсию бы поехали такси таксист убудрился во время этой экскурсии по дубаю показать апартаментов смотрите я вам дам telegram канал об инвестициях недвижимость если вы рассматриваете или подумываете об этом то что арабский дирхам очень стабильная валюта объединенных арабских эмиратах особенно в дубае есть такие предложения что вы покупаете недвижимость и вам застройщик гарантирует 5-7 процентов годовых от сдачи и в аренду каким образом это происходит он вы на он и при заработал деньги что продала недвижимость потом он еще зарабатывает у меня сдает в аренду таким же туристом либо на долгий срок вам пасть 57 процентов а все что остальное сверху берет себе и таким образом регулярно зарабатывать с этой недвижимости такая стратегии win-win она мне очень нравится в дубае как бы выигрывает все тот кто вкладывается недвижимость если хотите вы можете сами заниматься сдавать доход может быть гораздо больше чем 5-7 процентов годовых в твердой стабильной валюте которые жестко привязаны к доллару на протяжении 30 лет курс не меняется то может быть 365 367 вот такая вот разница 368 правительство за этим очень четко следит и не допускает отклонений и получать доход в твердой валюте можете сами там жить можете сами ее сдавать как долгосрочно так и по суточной через airbnb еще как-то будет доход больше но такая возможность есть но есть и свои подводные камни нюансы например налог при покупке недвижимости 4 процента кадастры такой сбор но потом никаких налогов нет ни на владение недвижимостью годовых не нас не на то что вы ее сдаете в аренду на то чтобы перепродали с более выгодной стоимости официальных налогов нет эти все подводные камни нюансы от экспертов специалистов рассказывать наш телеграм канале обязательно подпишитесь там есть прям гид по всем этим вопросам прочитайте чтобы вам условно говоря не продавал экскурсовод недвижимости не впаривал то что реально очень много недобросовестных людей впаривают там такую фигню таким завышенным ценам ими недвижимость дубаи может приносить деньги на не заработать можно и хорошие деньги но надо знать что покупать и консультироваться специалист вот он такой совет еще потому что чтобы случайно вы не купили там какой-нибудь этаж в пустыне где нет инфраструктуры вот совет по покупке недвижимости выбирайте районы сразу этой инфраструктуры дубай марина например glt gbr бурджка недалеко от бурдж халиф это бизнес бэй не покупайте даже если это очень выглядит классно в отдаленных районах там нет инфраструктуры не покупайте там где строится очень-очень много больших огромных зданий то 5 здания высоты к многоэтажек вот представьте вложили все в эти высотки многоэтажки кто все рассчитывают это продать что выгоднее купить например есть предложение в том числе в telegram канал где продается два и три апартамента в комплексе где уже живут люди где уже все сдается все выкуплено и на проряду ничего не строится конечно выгоднее купить там особенность цена за квадратный метр ниже чем в разрекламированных рядом каких-то огромных комплексах где будет потом конкуренция за ее сдачу продажу сразу между сотнями человек вот все эти нюансы разобраны на нашем telegram канале поэтому сначала прочитайте пишите прежде чем думать о покупке недвижимости ну какие еще такие популярные развлечения джип сафари вот организует экскурсии на сафари джип сафари ну если есть деньги полет на вертолете можно попрыгать с парашютом ну очень много таких вот развлечений можно сходить там в торговый центр покататься на кальках вот когда до улицы к 40 градусной жара тоже очень интересно куда сходить например в дубае ну конечно очень развит шоппинг дуба ему дубай марин очень много торговых центров больших крутых крупные бреды есть но есть например на хил молот я сюда и ставлю видео и можно купить и такую нормальную хорошую одежду простых магазинах по доступной цене которые расположены прям в крупных торговых центрах на память же берем таких роскошных где есть в том числе и брендовая одежда то есть такой парадокс что в объединенных арабских имратах есть на любой кошелек конечно очень красивый кафе вот туда именно едут за таким лакши роды красивый кафе шопинг например легаленд аквапарк и очень крутые в абу даби в дубае в буда и парк феррари есть парк развлечения был 2 я был очень классный кстати люди ездят кто приехал в дуба есть про в абу даби на пару дней или просто на один туда обратно там мечеть шейха заеда парк феррари посмотреть в дубай конечно это поющие фонтаны бурдж-халифа я вам рекомендовал сходить старый район дейра покататься на арабской лодочке то именно такое именно старый арабский раз сходить на голд сок рынок чтобы увидеть не только вот эти небоскребы дорогие иномарки а именно такую старую арабскую жизнь как именно живут местные национальный колорит историческое прошлое историческое доследие обезьян арабская там скоро старый форт средневековый вот вы именно в этом районе дейра и кстати жилье там меньше если вы ищете в аренду же на длительный срок на небольшой срок можете этот район дейра рассмотреть для проживания по раз там останавливался мне нравилось даже и на раз больше нравится чем в лакшери районах можно ощутить именно это арабский колорит у раз вы заговорили про такси транспорт вот в дубае очень развиты бетро и выда пример вот еще мой совет если хотите сэкономить деньги дужить в дубае можете выбрать локацию до примера не на пляже не на дубай марине чтобы вы ходили на пляже просто рядом с метро все равно скорее всего едете посмотреть вам надо дабур шхалифа доехать дабур дубая доехать старый район дейра доехать на метро очень развит очень удобно и кстати в метро у них есть два года в том числе некоторые вагоны одни для мужчин для других для женщин не зайдите случайно в женский вагон ну ничего страшно не будет да просто если вдруг увидите что одни женщины вокруг то вы наверно не в тот вагон зашли вот такая вот интересная особенность в других эмиратах особенно маленьких там рассельхайма шарджа fujiro метро не развита то есть там либо аренда машин либо такси как ездить на такси вам скал аренда маши автомобиля можете взять в аэропорту я вам дам ссылочку от крупных компаний но это будет подороже либо искать на месте но можете в телеграме забить телеграм-канал аренда авто если нужно арендам автомобилей в дубае тоже вот в телеграм-канале об инвестициях недвижимости о переезде в дубае будет контакты специалистов ссылочка можете там обратиться за для аренды автомобиля в том числе и по аренде недвижимости вот как раз по аренде если у вас тур оплаченный тур то у вас отель включен в тур если вы едете самостоятельно как сейчас бронировать отеля ну скажу как я бронирую скажу как бронировать в другом случае но я так и бронирует через booking 1 включите в п.н. второе для бронирования букинг юнион п.н. не своей зарубежной банковской карты ну захожу как будто не из россии из любой другой страны бронирую отели на букинге также все спокойно бронируется как раньше так и бронируют у вас нет зарубежной банковской карты выбирайте ну остается в п.н. выбрать отеля на букинге без подтверждения банковской карты либо используется российские сервисы список будет под этим видео про на островке можно забронировать яндекс путешествие все под этим видео будет то там часто выходит на годик стать можно дороже чем просто букинг процентов на 10 частенько поэтому я использую букинг и зарубежную банковскую карту нет сервисы я дам под этим видео яндекс островок яндекс путешествие если вы хотите снять квартиру на длительный срок 90 дней может здесь находиться зимовать кстати классно приезжать то я дам сервиса там байт дубизала где можно найти аренду квартиры на более длительный срок опять же telegram чат наш telegram канал можете там поискать хорошие бы нормальное жилье где-то около 1000 долларов но и от 500 можно найти например ну от 500 конечно же в местных райончик их там где-нибудь в дыре ну там уже жить некомфортно какой-нибудь дубай марина около 1000 долларов ну панджи мэра от такой суммы но естественно и например на панджи мэри трехкомната апартаментом и несколько тысяч долларов там будет 2 2 см может быть около двух тысяч долларов двух с половиной тысяч долларов но это такое же жилье например в отеле у вас собственный пляж панджи мэр собственно и там допустим тренажерный зал как раз друг живет с ним но снял такие апартаменты на несколько месяц ну там уже живет давно резидентскую визу сделал с семьей вы живете самом крутом районе дубая там вас частные пляжи охраняемые бассейны там есть ну все тренажерный зал в этом вы прям можете сказать в отелях апартаменты живете у вас даже там убирают сотовой связи в дубае дорогая в обезьях рабских игр от их дорогая вай-фай есть практически во всех отелях кафе хорошего качества работает кому не принципиально быть постоянно на связи то можете пользоваться в отелях кстати по прилету в дуба или придают привет свою карточку на один день и там гигабайт интернета то есть один день вы спокойно можете там посмотреть как вам доехать на картах посмотреть допустим вы бы вызвать убер болт работает приложение пожалуйста если хотя например по счетчику часто выходит дешевле ездить на такси то вот во всех объединенных арабских игр от такси ездит по счетчику садитесь такси включают счетчик вы едете то есть честно без обмана но если не хотите если хотите узнать точную стояду например и убер вам сразу даст цену не хотите думать сколько будет по счетчику можете вызвать убер убер работы поэтому садитесь где-то около в 10 долларов будет у вас выходить до несколько дней но я запишу сюда ставлю кусочек видео как можно подключить тарифы вообще здорово вот на границе прямо в паспорт быстро поставить штамп и далее бесплатную симку на 1 гигабайт для туристов как раз чтобы вызвать допустим заказать такси убер доехать до гостиницы очень удобно классно спасибо sim карта стоит 2 гигабайта 14 долларов 13 где-то долларов 4 цента вот такая вот цена опять же если вам нужен сразу интернет то возьмите прямо в аэропорту ну мне нужно чтобы заказать выбор я прилетел ночью багажом хотя далее бесплатно 1 гигабайт то есть вам хватит но я буду дольше здесь оставаться поэтому не нужно больше интернета вот такие тарифы в аэропорту на подключение карты приходите после вот добавляли приветствую симку вам на день хватает пришли соус сотовой связи оплатили и пользуйтесь кстати вот такой еще момент в объединенных арабских эмиратах блокирует telegram вот сап но все мансы же типа чтобы вы звонили по сотовой связи используйте vpn поставьте vpn ну выберите любую другую страну не объединенные арабские эмираты и спокойно звоните домой но я вот так именно общаюсь если вдруг со и сарада странами проходят допустим поставили вы на vpn катару не проходит поставить ну поставите другую азербайджан армении все будет проходить звонки будут идти вы можете спокойно общаться писать звонить чтобы вам не тратить лишние деньги он постарался максимально кратко рассказать вот те советы по всем важным моментам которые я знал по каждой теме будет подробно то есть правил въезда подробно какие банковские карты работают в подробная тема допустим какие-то отдельные достопримечательности подробно про транспорт подробно про инвестиции в недвижимость тоже очень подробно про есть интервью со специалистом с моим другом который здесь живет очень долго переехал с семьей инвестирует покупать недвижимость интересно посмотрите то есть плейлист нашего этом когда лучше ехать куда лучше ехать правил въезда банковские карты все эти темы будет подробно освещены с вами вы борис скалов сайты сам точка ру если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал обязательно подписывайтесь на телеграм-чат где более четырех с половиной тысяч человек там любые вопросы можете задавать также там делиться опытом своих путешествий подписывайтесь если вам интересен переезд в дубай жизнь дуба и наш телеграм-канал инвестиций покупка недвижимости в дубае там хоть он называется недвижимость но там мы уже освещаем все абсолютно дела и выбор школы открытие банковского счета и резидентские визы как и где выбрать недвижимость где лучше жить все остальные моменты там досуга работы куда сходить в этом канале тоже освещают